Дорогая церковь, давайте мы все встанем. Кто не зашел в дом молитвы, пожалуйста, зайдите побыстрее, потому что время начинать наше богослужение. Я думаю, что у нас сегодня торжественное служение, правда же? У нас хорошее настроение, и мы так и будем начинать наше служение. Я читаю из книги послания апостола Павла Тимофея, это первое послание, 3 глава, 16 стих, я думаю, известный нам очень стих из Евангелия. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал народах, принят верою в мире, вознесен во славе. Сегодня мы начинаем, даже раньше, начинаем праздновать Рождество, и этот стих относится непосредственно к теме Рождество, но этот стих непосредственно относится к сегодня каждому из нас. И я очень рад, что Иисус когда-то пришел на эту землю, я очень рад, что Он как-то проповедовал здесь, что Он был явлен ангелом, я очень рад этому. Но я очень рад, что Он принят верою в мое сердце, потому что написано, Он будет принят верою в мире, Он принят в моем сердце. И второе, что я очень хочу вас сегодня всех ободрить, что Он вознесен во славе. Вы верите этому? Он тот Бог, который не только когда пришел на эту землю, Он не только проповедовал, но Он вознесен во славе. И Он сегодня находится во славе, и мы сегодня это должны подтвердить нашим поклонением. Мы должны подтвердить нашими устами, сказать, Господь, Ты действительно во славе. Ты не просто был явно здесь ангелом, но Ты сегодня во славе, и Он придет веру в наше сердце. Давайте мы поклонимся Ему и достойно пославим, Он достойно этого. Молимся. 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 Молиться. Молимся. Не просто перед младенцем. Но тот, кто натроле Царь славы. Тот, кто держит мою жизнь в своих руках. Тот, кто знает мой завтрашний день. Тот, кто знает мое будущее. И когда я в Божьих руках, я уверен, я знаю, Господь за меня. Я не устрашусь, я не убоюсь. Так много сегодня проблем приходят в нашу жизнь Так много всего окружает И каждый день мы стоим перед выбором Иногда мы не знаем, как поступить и как сделать Иногда мы просто поднимаем свой голос и говорим, Господь, почему так? Но ты зовешь присутствие свое Ты зовешь нас сегодня перед трон свой, аллилуйя Ты сегодня говоришь, приди ко мне Я успокою тебя, я утешу тебя, я добрый пастырь Пойдешь долиной смертной тени, не убоисься Потому что я с тобою, ты говоришь, Господь, аллилуйя Мой пастырь со мною, мой Бог со мною, аллилуйя Я могу доверять Ему, я могу верить Ему, аллилуйя, аллилуйя Никакая болезнь, она не может удручать меня Потому что Господь целитель мой, аллилуйя Он взял мои немощи, мои болезни и пригласил ко Кресту, аллилуйя Никакая проблема не может тяготить меня Потому что Господь освобождает, аллилуйя Потому что Господь ответ мой, аллилуйя Потому что Господь поборает за меня Потому что Господь победа моя и сила моя Кого мне бояться, кого мне страшиться Господь за меня, я не устрашусь, аллилуйя Так, говорит Дух Свету, дети мои, Вот я приготовил вам бальзам, Бальзам исцеления моего, Ибо хочу восстановить некоторых, Ибо вижу, что хромота, Что изнемогаешь душа, Но я сегодня позвал тебя И привел на это место, Чтобы восстановить тебя, Говорит Дух Святой, И посему зол мой стучит к твоему сердцу, Прямо сейчас, Я хочу поправить светильник твой, Ибо приготовил тебе великие перемены, Но я хочу работать, Говорит Дух Святой, И стоишь вдали, говоришь, Господи, Это ли время для меня или нет? Так, говорит Дух Святой, Дитё, это Твоё время, Я стучу, зову, И хочу поправить светильник, И одеть тебя в ризы моего спасения, Говорит Дух Святой, Так, говорит Дух Святой, Я вижу израненные сердца, Но мой бальзам здесь, И я хочу помазать вас сегодня, И восстановить ваши жизни, Чтобы вы пошли, Ибо враг приготовил великое поражение, Но я сегодня ходатайствую, Говорит Дух Святой, И хэмэн хаудэн хаудэн хаудэн, Умоля у отца время для тебя, Говорит Господь, Бид хэмэн хаудэн хаудэн, И сегодня облаживаю тебя милостью, И зову к престолу благодати, Говорит Дух Святой, Чтобы помазать и восстановить, Аваочи, 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 Дух Святой зовет сейчас, И ты знаешь, О ком он сказал это, Аваочи, Он приготовил тебе свой бальзам, Мы сейчас будем молиться, И помазание Господне здесь, Оно здесь ожидает тебя, Это Божье присутствие, Аллилуйя, И Господь готов тебя сегодня Восстановить, Аллилуйя, Аваочи, Аваочи, Зов, Зов, Говорит Господь, Зов, Зов мой, Зов к тебе, Душа, Аваочи, Это зов моей милости, Зов моей цовкой любви, Ибо хочу поправить тебя, И исцелить тебя, И восстановить, Говорит Господь, Аваочи, И не будет кламена, Ауден крамен, Поражающего в доме, Говорит Господь, Ибо я сегодня сделаю милость, Аваочи, Аваочи, Господь, Благодарим тебя, За помазание твоего Духа Святого на этом месте, Ты пришел сюда, Аллилуйя, Аваочи, 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 Здесь есть люди, Которые сегодня Господь сказал, Это ты тот человек, Это ты тот человек, Который нуждается в Господе, Потому что он сегодня позвал тебя, Аваочи, Это его зов, Он сказал, Я приходящего к тебе, Не изгоню вон, Он сегодня хочет перевязать твои раны, Да он видит твое поражение, Он видит твое падение, Но у тебя пришел сюда, Чтобы миловать, Не обличать тебя, А миловать сегодня, Аваочи, Это вечер, Это день милости Господни, Аваочи, Солнце еще не зазнакатит твоей жизни, Но сегодня это Божие, Божие время для тебя, Аваочи, Аваочи, Господь, Благодарим тебя, Благодарим тебя, Дух Святой, Как ты работаешь, Как ты сегодня приходишь, Господь, Аллилуйя, И дает славу утешения, И дает славу утешения, Господь, Аллилуйя, Ты, Господь, Не строго взыскиваешься сегодня, Но милочи сегодня, Господь, Ибо ты желаешь, Благодарим тебя, Благодарим тебя, Благодарим тебя, Люди, Славили Господа чистым сердцем, Ибо правым прилично словословить, Бог дает тебе время освободиться, Оставить все, что в мире, И прийти к Нему, Это Господь говорит, Я дал ей слово, Аллилуйя, Это для тебя слово, И ты можешь выйти сюда, Чтобы священники помолились, Чтобы через возражаю Пришел на тебя помазание, Освобождение, Исцеляющее дух, Аллилуйя, Это время твоего свидания с Ним, Аллилуйя, Аллилуйя, Не пропусти этого шанса, Господь, Я дал тебе это время, Это твое время, Аллилуйя, 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 Благодарим тебя, Господь, Мы чуть-чуть помазали, Ты продолжаешь работу в зале, Господь, Ты продолжаешь сейчас работать, Господь, Аллилуйя, Алва-Отче, Я благодарю тебя, Господь, Я благодарю тебя за спение, За вение твоей милости, Аллилуйя, 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 Благодарим, 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 Благодарим тебя, Господь, Благодарим тебя, Дух Святой, Алва-Отче, 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 Твоя благодарность. Я не могу, но все остальное Я не могу, но все остальное Господь открывает сердце, что есть молодой человек У которого большие тупиковые проблемы И Господь говорит, что я есть разрешающие проблемы Ты должен воззвать к нему, воззови Воззови всем сердцем, всей искренностью к Господу И Он помилуй тебя Господь сказал, это время Никто тебе не поможет, ни адвокат, ни деньги нет Господь сказал, это переломный этап твоей жизни Обратись ко мне всем сердцем, и я помилую тебя Обратись ко всем сердцем, и Бог помилуй тебя, Ава Учим И если ты желаешь, чтобы священники помолили тебя Чтобы пришло благословение у тебя Чтобы и Господь был на твоей стороне Ты можешь это сделать, Ава Учим Но это слово к тебе Ответ на твою нужду и проблему Говори, Дух Святой, Ава Учим Ава Учим, Ава Учим Ава Учим, Ава Учим Благодарим тебя Благодарим тебя, Дух Святой Благодарим тебя, Дух Святой Благодарим тебя, Дух Святой Благодарим тебя, Дух Святой Мой Бог со мной каждый день Мой Бог со мной С утра до вечера С вечера до утра Каждую минуту, каждую секунду Я доверяю моему Богу Он вспоминает меня выше и выше Он воспитывает меня на скалу С Богом я выскажу на стены С Богом моим Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Он достоин, он достоин, он достоин, он цареет славы на свой, аллилуйя. Он окружает меня, он смиренец в саде, он подкрывает меня тенью крыльц своих. Я покоюсь, я покоюсь, я покоюсь, Господи, в моем уголе, да я прожила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я верю Тебе, Иисус, я верю Тебе, мой Бог, Могучий Господь, ты мой Господь. Пусть душу я, что не гром кревит, на туре буду я с тобой болит. Пусть душу я, что не гром кревит, на туре буду я с тобой болит. Пусть душу я, что не гром кревит. На туре буду я с тобой болит. Ты мой Отец и тайна всей землей, я не боюсь, мой Бог. Со мной, Аллилуйя, мы благодарим еще раз и еще раз. Благодарим Тебя, Господь, за то, что ты здесь. Благодарим Тебя за то, что ты укрепляешь нашу веру. Благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за имя Иисуса. Аллилуйя. Благодарим Тебя за кровь Твою и за раны Твои, Господь. Слава Тебе, слава Тебе за каждое благословение в этом дне. И мы благословляем друг друга во имя Иисуса. Мы как церковь молимся друг за друга. Благодарим Тебе, благословляя Божие. Я болюсь, чтобы Твое благословение, Твое помазание, Твой успех, Твое совершенство, оно пришло. И святость Твоя покрыла каждого брата и каждую сестру. Аллилуйя. Во имя Иисуса мы верим, когда мы просим. Во имя Иисуса, Отец, мы получаем. Аллилуйя. Потому что Ты благ и велика милость Твоя к нам. Аллилуйя. И ты сильно любишь детей своих. Ты благословляешь и ты заботишься о нас сегодня. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все. Ты достоин хвалы и славы во веки веков. Аминь. Господь благ. Господь велик. Не слышу, Господь велик. Аллилуйя. Он велик. Он велик. И не стыдитесь славить Господа. Не скупитесь на слова для Него. Он достоин. Он прекрасен. Я думаю, что поприветствуйте еще раз. И скажите, благословен наш Господь. Благословен наш Царь. Дорогие мои, Господь царствует. Аминь. Вы знаете, когда я вчера был в магазине, так некоторые дела, там то нужно было купить, приобрести другое. И я смотрел на людей, как муравьи. Вот так с второго этажа смотришь, кишит. И многие из них, они даже не знают, почему такая шумная ситуация в магазинах. Мы, дорогие друзья, знаем, потому что Господь царствует. И как бы хотелось, чтобы в действительности каждый человек на земле, он узнал действительную радость Рождества. Дорогие мои, это благословение. Вы знаете, я хочу засвидетельствовать, маленькое свидетельство. Буквально вчера я с своей возлюбленной и наш Макс в корсите сзади в автобусе сидит. Мы едем по дороге и выход на фривей. И мы вот так едем за машиной. Кемри впереди едет. И на глазах прям эта Кемри несет ее. Колпаки слетают, от бордюри она ударяется. Колпаки слетают, обгоняют другие машины. Я смотрю своей возлюбленной, как она несется и прямо в кувет. И когда мы так смотрим, я чувствую, меня несет. И несет серьезно. Думаю, вот сейчас мы на эту машину. И я туда-сюда, туда-сюда руля. И мы выровняли наш автобус и едем дальше. Я посмотрел на свою альбину, она белая. Я посмотрел в зеркало, я еще белее. Вы знаете. И я сказал, слава тебе, Господь. Господь царствует, дорогие мои. Наш Бог есть Бог мира, устройства и порядка. Сейчас порядок, чтобы наши детки пришли сюда. И наши учителя. Пожалуйста, придите для молитвы, благословения. В эти предпраздничные дни много репетиций, которые они делают для того, чтобы праздник состоялся. 24 числа у нас будет праздник детский, служение детское. Учителя, помощники, все придите сюда для благословения. Детки, кто хочет рассказать стих? Раз. Желающие. Вот есть. И он сказал им, «Го в весь мир и прорывайте Господь к каждым животным». И он сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелию всему творению». Марта 16, 15. Аминь. Аминь. Это для тех, кто не понимает по-английски, было по-английски. Детки, кто еще? Вот есть еще детки. Девюйонас на свободу. Окей. Еще кто? Детки? Желающие. Только добровольцы. Есть? А? Никто больше не хочет, да? Ну окей, следующий раз. Дорогие мои, Матфея, 25 глава, мы читаем, «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Дорогие детки, вы сразу не станете проповедниками. Вы сразу не станете евангелистами, учителями воскресных школ. Все идет степ-бай-степ. Моисей, он не был сразу вождем Израиля. И большие пророки, они не ставали сразу пророками. Поэтому, если вы сегодня делаете то, что учителя вам задают, домашнее задание, вы будете великими служителями Божьими. Только делайте это так, чтобы это было ответственно перед родителями, учителями и вашим Богом. Вы думаете, многие из вас, я бы вот хотел быть пастором в такой церкви, как у нас. Прекрасная церковь, да? А как вы думаете, наш пастор Петр Владимирович, он сразу стал пастором в такой церкви? Господь проводил, учил, и сегодня Господь дал такое служение. Поэтому, дорогие мои, степ-бай-степ, немножко понемножку, и я верю, что вы будете служителями Божьими. Дорогие друзья, родители, гости, все, кто есть в этом зале, я хотел бы, чтобы сегодня вы просто встали, протянули наши руки благословения на детей и на учителей. Потому что то, что наши учителя в воскресной школе делают, оно оставляет отпечаток на 50 и на 70 лет в жизни, в судьбах наших детей. И это очень ответственно, дорогие мои. Я просто приглашаю в горячей молитве протяните руки благословения на детей и на учителей. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Мы благодарны Тебе в это время, прекрасное время, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Царь Царей, Ты есть Господь Славы. Ты царствуешь, Аллилуйя. Ты царствуешь, Аллилуйя. Ты царствуешь, Арбалаш, Текрабалан, Текей. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за прекрасный воскресный день, за прекрасное воскресное утро, где мы, Иисус, можем царствовать. Иисус, Твою победу. Мы, Иисус, имеем в жизни нашей славы Тебе, Господь. Мы благословляем деток наших, Господь. Вот каждому в свое время Ты открылся нам. И мы вкусили, какой Ты прекрасен наш Бог. Мы желаем, Господь, чтобы каждый ребенок, мальчик и девочка, они вкусили, как Ты благ, как сладко быть с Тобой в общении, как дорого общение с Тобой, Господь. Благословляем в это время учителей воскресной школы. И всю нашу церковь, Господь, благословляем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие мои, сегодня подарки по 6 долларов для детей. В следующее воскресенье подарки будут по 7 долларов. И в следующее воскресенье последний день. Пожалуйста, поспешите. Благословений вам. Класс Таи и Наташи вечером будут занятия. Спасибо. Хорошее благословение для детей, пока не выходят. Что касается нас, то я и весь мой дом, мы будем служить Господу. Весь народ Божий да скажет. Аминь. Аллилуйя. Итак, друзья, я здесь для того, чтобы призвать нас к очень важному служению. Оно также записано на страницах Священного Писания, и Бог на него смотрит очень внимательно. И последний пророк Малахи, он говорит, что итак, принесите все десятины в дом Господень, в дом хранилища. Я бы хотел, чтобы вы знаете, мы действительно не обкрадали Бога. Потому что Божье нужно отдать кому? Господу. Кесаре, кесаре, а Божий Бог. Когда мы это все делаем, мы перед Господом чисты. Мы именем диземель, сказал Господь, мы делаем так, как ты научил нас. И Господь приходит навстречу. Я читаю одно место Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, про тех волфов, которые пришли. Написано, и вошедшие в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падшие поклонились ему, и открывшие сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирно. Те люди-мудрецы, они принесли Господу. Они пришли не с пустыми руками, они принесли самое сокровенное. Сегодня, друзья, я бы хотел, чтобы в одних и в других вопросах мы имеем от Бога благословение. Но финансовое иногда положение у нас хромает. И мы часто думаем, Господи, почему? Потому что где-то в чем-то мы не соглашаемся с волей Божьей. Поэтому я призываю сегодня, пожалуйста, у кого есть чеки, вы можете выписать Ревайвл Кришн Центр, или три большие буквы, RCC, Ревайвл Кришн Центр. Ашири, пожалуйста, я приглашаю сюда. И мы совершим сейчас молитву, чтобы действительно все, что у нас есть. Поэтому возьмите, пожалуйста, тот чек, который вы выписали, те средства, просто возьмите в руку. И мы сейчас совершим молитву, мы скажем, Господь, мы будем сеять как? Щедро. Почему? Седро с чем? Седро и пожнем. А скупо всем, скупо и... Поэтому не надо пенять на Бога, на людей, то все зависит от нас. Стандарт, давайте поднимемся и совершим эту молитву. Отец, мы сердечно благодарим Тебя, что мы живем в этой стране. Ты дал нам работы, колледжи, школы, Господь. Мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Есть холодильник, пища, питье, Господь. Мы ездим на прекрасных машинах, Господь. Если что, будь садиться, слава Тебе, это великая милость Твоя, Господь. И придя в Дом Божий, мы пришли не с пустыми руками. Мы хотим также почтить Тебя, Сына Божьего, не только в словах, но и делом и истинно. Поэтому наши материальные средства, мы просим Тебя, благоствуем их обильно. Мы хотим пожертвовать для Тебя, Господь, для прекрасного, великого Господа, Который много сделал в судьбе и жизни для каждого из нас. И поэтому пусть это служение будет благогодно и прекрасно наполнено Духом Святым и силой свыше. Да будешь Ты прославлен и возвеличен, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Мы продолжаем колядовать, петь нашему Господу. Ныне ради стало, я как не бывало. Извиняюсь, что может быть не все понимают украинский, но у меня нет удара перевести на русский. Вот, если кто-то может, переведите на русский, будем куплять так, куплять так петь. Ну, пойдем по-украински. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, слава Богу нашему. Я немножко растерян. Ананевич уже второе воскресенье объявляет об особенном собрании. Особенное служение. Сегодня торжественное собрание. Особенный пастырь у нас. Ну, все особенное. И церковь особенно. И я думаю, Господи, слава Богу, что так. Но слово особенно, дай Бог, чтобы было хорошо. А если особенно плохо? Не дай Бог. Не дай Бог. Так вот, и я бы хотел рассказать стихотворение особенное. Осудить вам. Или хорошо, или плохо. Но так как сегодня пели о Марии и о Рожденном, то я расскажу стихотворение, которое так и называется. Мама. Слово «мама» очень мило для малютки, его мать. Когда маленькое было, только мама мог сказать. Мать малютку растирала, как бывало день и ночь, пеленала и кормила. Ей никто не мог помочь. Изнемогшие ради сына сутками, порой без сна. Но как малютка улыбнется, расцветала, как весна. Сын у мамы не в качеле, не в саду и не в цветах. Нет для сына большей цели, как быть у мамы на руках. А голос матери для сына прекрасней музыки напел. А в защите, как архангел защитит от бед от всех. В огонь и воду ради сына мать отважится идти. В мороз, в снегу готова стынуть, лишь сыночка бы спасти. Так летели дни и годы. Прошло детство для сынка. Было счастье и невзгоды. И вырос сын до потолка. И вот выросший сыночек частенько пить стал и гулять. Друзей избрал себе кружочек таковых, что матерей не чтят. И уж не мамой, а старухой при друзьях он называл. И к словам ее на ухо глуховат немного стал. И не так, как мать бывала. Чуть сыночек закричить. Бросала все. Ему немало. И скорее к нему спешить. Пришло время, и сын женился. Избрал спутницу себе. И совсем от мамы отделился. Все с женою, да жене. Что похуже, это маме. На обносках проживет. На столе остатки пищи. Мама съесть. Ей все пройдет. Вон хозяйка, ее слушай. Маме так сыну сказал. Что оставить, то и кушай. На жену он указал. Ты у нас сидишь без дела. Не работаешь нигде. Ты уж нас и так объела. Хватит и того тебе. И всегда кряхтишь и стонешь. Надоело слушать нам. Скоро нас в могилу гонишь. Своим стоном по ночам. Когда гости, сын стыдится. Свою маму теперь сказал. Здесь тебе быть не годится. В свою коморку загонял. Сын старухой, сноха-ведьмой. Стали маму называть. И пришлось старушке бедной Не раз плакать и рыдать. Вот в чего я дождалась от любимого сынка. От того, кого любила, кому силы отдала. Ведь когда здоровье было, помогала, чем могла. Внуков нянчила, растила. А вот теперь за не могла. И теперь мешаю, видно, Меня некому жалеть. Ой, как больно, как обидно. Хотя бы скорее умереть. Вот такая жизнь старушки, Бывшей мамы подошла. И влажна от слез подушка Тех, что ночью провела. Кто не чтит отца и маму, Библия так всем гласит. Они роют себе яму. Бог им жизнь укоротит. Что посеешь, то жать будешь. Твердо это помни, знай. Мать не чтишь, себя ты губишь. Чти, терпи, не огорчай. Ну и что, что дряхлой стало? Стонет, возится, кряхтит. Поработай столько, как мама. В старости все заболит. Но если ж чтишь ты, сын и дочка, Мать родную и отца, То пожнешь и послушание Своих деток, как венца. Аминь. Мне тоже повезло сегодня принимать участие в торжественном служении. Слава Богу. Вы знаете, наверное, каждый человек, вот анализируя прожитый год и слушая вот стих даже, у меня пришла мысль, позвоню маме, попрошу прощения, потому что я три дня уже не звонил. Моя мама живет на том берегу. А если говорить о прощении, вы знаете, я как-то сидел, вот рассуждал. Вот вы скажете, а за что просить прощения? Вы знаете, у меня есть небогатый опыт. После сорока мне почему-то это очень понравилось. Я пришел в церковь Вифания. Позади какие-то, знаете, разборки, радиоэфир, что-то непонятно. Я вышел, говорю, простите меня. Все подняли голову, думают, что такое. За то, что я есть. Вы знаете, я не буду все рассказывать. После собрания выстроилась очередь, люди плакали, говорили, а мы тоже хотим попросить прощения. Мы что-то думали, что-то слышали. Вы знаете, что я хочу сегодня сказать. В этот последний месяц, этого года, не стесняйтесь просить друг друга прощения. Мои родители, они дружили со всеми соседями. Но почему-то к Рождеству, я вспоминаю в детстве, к нам приходили соседи, они садились за стол, они молились, мы маленькие не понимали, за что они просили прощения. А вдруг что-то не так. А вдруг я своим присутствием кому-то надоел. Один человек так и сказал. Мне не нравится просто, что ты есть. Сатане не нравится. Лукавому не нравится. Порой, что вы есть. И я вспомнил свидетельство моего отца. Я подтвердил его, когда мы на Сенс Гивен ездили с семьей туда. Он в детстве свидетельствовал. И мы видели одну картину. Однажды подошла к нему женщина. Он не был пастором. Он был просто и есть проповедником. Хотя ему уже 86-й год. И она о чем-то говорила. Мы послушали. Она жаловалась, что она не может спать ночами. Это страшно. Ее мучили бесы. Я помню, как отец сказал. Аня, молись. Я молюсь. А ты молись. Моли твой. Отче наш. Так банально. Просто Отче наш. И она опять пришла к нему. И они говорили о другом. Когда я дохожу, избав нас от лукавого, я не могу молиться. Вы знаете, мы не понимали. И мой отец рассказывал, что это правда. Но она все-таки смогла помолиться до конца. И стала спать спокойно. Хотите помолиться, Отче наш? Вместе со мной. Давайте помолимся. И мы прощаем, должникам нашим. И не уведи нас в твоих служениях, но избави нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава, о веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Одче наш Добавил DimaTorzok 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 У нас действительно праздничное служение сегодня, я даже не ожидал такого праздничного служения, но пришло время к тому, чтобы слушать Слово Божие. И сейчас у нас в гостях есть Александр Вернигор, он служитель церкви Слово Истины из Свердловской области, и я просто знаю и верю, что Господь дал ему какое-то слово, которое исключительно для нашей церкви, и оно будет благословением для вас, для каждого из вас, и доблагословит вас Господь. Пожалуйста, Влад Александр. Мир вам, возлюбленные. Спасибо, пастор, спасибо, пастор Петр, что доверили мне микрофон. Сам я с Урала, как уже сказал брат, и то, что происходит на Урале, несколько отличается, у нас уже минус 30 по Цельсию, немножко холоднее, чем у вас. Но самое главное, что любовь Божья, она греет наши сердца, и у вас тут такая чудесная атмосфера семейная, и я чувствую помазание Божьей любви на этом месте. Слава нашему Богу. Я хочу назвать эту тему, эту проповедь, величие полета. Величие полета. С Рождеством Христовым. Или как по-украински. Христос народился, да. Вы знаете, Христос народился, Христос пришел на эту землю, и кто-то думает, что вот он однажды пришел и ушел, и все, его нет с нами. Он с нами во все дни до скончания века. Он говорит, не оставлю и не покину вас. Все с вами во все дни до скончания века. Он говорит, не оставлю вас сиротами. Возлюбленный, я чувствую, что Господь хочет сегодня вдохновить нас. Что он хочет ободрить нас. Потому что слишком многие христиане несут это христианство как тяжкое бремя своими силами. И они забыли, что Господь, Он не оставит нас, что Он всегда рядом. И часто они надламываются. Они тащат свое служение, свою работу, свой бизнес. Все тащат своими силами, и их дух надламывается. В притчах сказано, дух человека переносит его немощи. А пораженный дух кто подкрепит? И так бывает, что часто дух верующих, он сломан. Внутри кажется, внешне кажется, что нормальные христиане, все мы имеем одинаковую примерно внешность. Господь нас сотворил с руками, с ногами, с глазами. Но, оказывается, дух человеческий, он бывает разным. Он, оказывается, что бывает пораженный дух. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух кто? Кто подкрепит? Библия называет Даниила человеком с превосходным духом. Я хочу быть таким человеком. Я думаю, что каждый верующий хочет этого. Библия также называет людей с твердым духом. Малахия говорит, берегите дух ваш. И часто бывает так, что верующие не берегут свой дух. Почему происходит надлом духа? Почему происходит? Потому что мы забыли, что наше христианство, оно и не наше вовсе. Что Петр делает свою работу, Аполло свою. Василий свою, Татьяна свою. А взращивает все Господь. Он говорит, все заботы ваши возложите на Него. Ибо Он печется о нас. Часто мы забываем, что Он печется о нас. Часто мы забываем, что Господь, Он протягивает свою руку. И мы забываем, что нужно подключиться к этому божественному источнику. И наша жизнь, она по-настоящему будет полетом. Мы тащим нагрузку семьи, служения и надламываемся. Мы сейчас строим здание. У вас такое прекрасное здание. У вас свое? Вы не арендуете свое? Мы тоже строим свое здание. Оно будет под одной крышей, под одной крышей с детским домом. Но я хочу вам рассказать, когда мы строили крышу, мы сейчас завели под крышу, мы искали металлоконструкции. И когда нам выставили счет, мы подумали, что это так дорого. Я стал думать, может быть, где-то найти можно подешевле. И пришла мысль от Лукавого. Может быть, найти старый бэушный металл и сварить металлоконструкции, 15 тонн металла. И покрасить не видно будет. Какая разница? Внешне посмотрел, вроде металл так же самое выглядит, ничем не отличается от нового. Но я молился, говорил, Господь, если что-то я не понимаю, пошли мне какого-то ангела. И Бог послал ангела. Один человек мне сказал, ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты рискуешь людьми, прихожанами. И все это может упасть им на голову. Я сказал, почему? Он говорит, ты не понимаешь, что есть такое понятие усталость металла. Когда металл внешне выглядит как бы, как обычно. Но внутри произошла деформация этого металла. Произошла деформация, потому что на этот металл очень много было нагрузки. На него давило, давило. У нас до 10 тонн снега выпадает. На него давило, давило, давило. И внешне он остался прежним, но произошла внутренняя деформация. Часто бывает так же с верующими. Обстоятельства, трудности. Никто ведь не сказал, что их не будет. Они давят на нас. И мы пытаемся все это тащить своими силами. И происходит деформация Духа. Происходит деформация, и мы думаем, ну, что-то с нами не так. Почему с нами что-то не так? Этот вопрос вопросов, на которые мы должны дать ответ с вами сегодня. Потому что Господь говорит, вам не нужно тащить все своими силами. Все заботы ваши возложите на меня, я пекусь о вас, говорит Господь. Сегодня выходил пророк, и он говорил, что он хочет утешить народ. И я верю, что это слово для Божьего народа. Потому что я имею некий опыт деформации моего духа. Не просто деформации, а просто мой дух, он практически был уже мертв. Я девять раз был мертвым. Когда-то в молодости, в детстве, моя бабушка, она была верующая, она учила меня Евангелию, она читала вслух псалмы, Евангелия. И я так радовался и наслаждался о том, что меня ожидают небеса, и что у нас есть такой прекрасный Бог. Но потом пришло время, мне исполнилось, может быть, лет 13, и я подумал, что, может быть, я смогу и своими силами чего-то добиться. Вы знаете, человек своими силами тоже может чего-то добиться. Наш дух, он имеет потенциальную возможность что-то продвинуть, что-то достичь. Но, к сожалению, он деформируется, он ломается. Если мы тащим все своими силами. И я решил, что у меня это получится. Я отказался от Бога и пошел в мир. 14 лет меня уже посадили. Девять раз я был мертвый. Семь лет я был наркоманом. Девять раз я был мертвым от передозировки. И каждый раз Господь посылал какого-то ангела. Просто незнакомый какой-то человек. Никогда у меня не был. Заходил в гости и находил меня в луже крови с шприцом в вене. И вызывал скорую, и меня увозили в реанимацию и спасали. Девять раз. Один раз уже врачи сказали в реанимации, что все, везите его в морг. Мы уже не можем ничего сделать, мы не можем откачать его. Он труп. Я возглавлял преступную группировку. Поймите меня правильно, я не хочу хвалиться или что-то. Я не хочу вообще свидетельствовать, не люблю. Но столкнувшись с тем, что здесь, оказывается, в Америке, дьявол тот же самый, что и там у нас. И грех тот же самый, и плоть та же самая. И я почувствовал в духе побуждения свидетельствовать. И поэтому я говорю об этом. Мы ехали с одним братом там в Портландии. Он говорит, я слышал, ты там высоко стоял, когда был в мире. Я сказал, брат, ты ошибаешься. Я очень низко упал. Я очень низко упал. И Господь говорит в 22 главе от Луки, придя же на место, 40 стих, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Почему мы падаем? Потому что мы забыли подсоединяться к божественному источнику. И находясь в варенье прилежнее, сам Господь прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Многие люди, когда приходит печаль, они просто опускают руки и начинают спать, забыв о том, что Бог и не предполагал, чтобы нам жить сами по себе. Бог, создавая человека, не предполагал, что мы будем ходить своими силами. Он хочет давать нам манну на каждый день, чтобы мы нуждались в этой манне и искали его лица каждый день. Он нашел учеников спящими. У вас, кажется, церковь называется пробуждение. Слава Богу! Слава Богу! Мы не должны спать. И дальше он второй раз им говорит, и сказал им, что вы спите, встаньте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Встаньте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Человек падает. Тема этой проповеди величия полета. Почему падает? Потому что перестал молиться, потому что отключился от божественного источника. Я отключился от божественного источника. И жизнь моя, она просто упала. Мой дух был сокрушен. Мое здоровье было сокрушено. Меня сковал полиартрит. Руки вот так опухли. Ноги опухли, не входили в обувь. Колени опухли. Каждые две недели из колен вот сюда втыкали шприц и выкачивали жидкость. Для того, чтобы колени начали сгибаться. Мой сын, ему было три года. Он заболел гепатитом С. И печень, она стала разрушаться. И селезенка увеличилась на пять сантиметров. Врачи сказали, все, это цирроз, он умрет. Потому что мы отключились от божественного истока. И наша жизнь, она пришла к падению. И наш дух, он был сломан. Один раз я говорю, что меня хотели везти в морг. Но я возглавлял преступную группировку, банду просто говоря. Мы занимались рэкетом. И взяли функцию Бога на себя. Отдавали людям защиту. Предлагали людям защиту за то, что они будут нам давать деньги. Но когда мы берем чужую роль на себя, это неизменно ведет к падению и перелому нашего духа. И эти бандиты, которые были из моей банды, они ворвались к врачам и стали угрожать. Им сказали, вы вместе с ним поедете в морг. Они испугались, стали дальше меня откачивать. И у меня вот здесь появился пульс. Это был девятый раз. И когда я пришел в себя, я думал, что десятого раза точно не будет. Кроме того, что посеет человек точно, он то и пожнет. Вокруг меня происходили ужасные вещи. Того убивали, этого взрывали. Постоянно кого-то хоронили. И буквально за две недели, за две недели я пережил трое похорон. Убили моего телохранителя, моего близкого друга, молодой парнишка, 24 года, черный пояс по карате. Застрелили. Я стоял на кладбище, смотрел на все это и думал, для чего он был рожден, чтобы вот так вот бездарно умереть и все. Для чего отдана была жизнь ему? Давид говорит, жизнь наша как пяди, дни наши как пяди, опять это древнееврейская мера длины между этими двумя пальцами. Мгновение. Пар, являющийся на малое время. Я понимал, что 10 миллиардов людей за какие-то 100 лет ложатся бездыханными трупами в сырую землю. И для чего они рождались? Ужас объял меня, страх теснил меня. Вы знаете, все эти крутые парни, они только делают вид, что они смелые. На самом деле, внутри ужас, внутри страх. Я боялся без телохранителя зайти в подъезд, постоянно угрожали. Постоянно ходил между жизнью и смертью. Смерть постоянно стучалась, сидел в тюрьмах. Постоянно были какие-то конкурирующие группировки, которые хотели убить. И этот страх, этот ужас, он одолевал меня. Я прочитаю слова Давида с 54-го псалма, когда Давида тоже одолевали подобные чувства. «Сердце мое», 5-й стих, «сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, и я улетел бы и успокоился? Кто может дать крылья для нашей жизни?» Этот вопрос волновал Давида. Этот вопрос я задавал себе, чтобы улететь куда-то и успокоиться. И я хотел просто убежать куда-то. Но мафия – это такая структура, что куда ни приезжаешь, везде ты сталкиваешься с этим. И везде ты снова попадаешь в эту среду. Через несколько дней буквально снова похороны. Маньяк зверски убил родную сестру моей жены. И я смотрел на все это. 24 года, девчонка. Ну зачем она была рождена, чтобы вот так умереть? Я задавал главный вопрос в нашей жизни. Вообще, зачем я рожден на эту землю? Через несколько дней буквально еще одни похороны. У меня есть друг, дипломат в Китае. Убили его маму. А он хотел ее забрать к себе. Она все продала, что было – квартира, дача. Узнали просто зверское убийство. Все стены в крови. Ужас объял меня. Я смотрел на это все. И я не мог больше так жить. Я был карточным шулером. Для того, чтобы идти играть в карты, я ставил укол себе. Для того, чтобы руки мои начали разгибаться, потому что полиартрит сковал меня. За мной стоял какой-то демон очень сильный, потому что я садился с человеком играть в карты. Я уже заранее знал, сколько я выиграю у него денег. И просто я попросил своего водителя. Он увез меня в другую область. Я закрылся в гостиничном номере, отправил его, сказал, я тебя позову, когда будет надо. Мне подарили тогда православную Библию. Но я стал читать, но невежество, грех. Он закрывал слепотою глаза и не понимал ничего. Но Иисус Христос говорит, молитесь, чтобы не впасть в вам и в искушение. И вы знаете, я помолился тогда. Это первая молитва, о которой я вам хочу рассказать. Которая начала придавать полет моей жизни. Которая начала поднимать меня и восстанавливать мой дух. Я сказал, Господь, я не понимаю, для чего я живу. Ты либо убей меня, либо покажи вообще, зачем я живу. Вот такая молитва. И я просто ревел, стоял на коленях, ревел, слезы текли по моим щекам. Но я как Давид. Я хотел куда-то улететь, но никуда не мог улететь. Мы не спрячемся, не убежим от себя никогда. Мы только можем спрятаться в Боге. Мы никогда не успокоимся. Кто-то думает, я стану богатым или люди будут бояться меня. Так я думал. Тогда успокоится душа моя. Только в Боге успокаивается душа моя. Только туда мы можем улететь в его объятия и там найти настоящий покой. Только он может поднять нас. И наши крылья будут парить под Духу Святому. И жизнь наша поднимется. Но я чего-то хотел, но не знал всего. Просто молился. И когда я вернулся в свой город, Бог послал ангела. Какая-то женщина, неверующая женщина, принесла книжку Александра Менят, сын человеческий. Мы с женой прочитали ее и влюбились в личность Иисуса Христа. Мы родились свыше через это. И Господь исцелил сразу меня полностью. Кроме полиатрита у меня было множество всяких болезней. И Он сразу исцелил моего сына. Мы до сих пор здоровы. Слава нашему Богу. И мы стали с женой читать Библию, что мы понимали. Читать эту книжку вдоль и поперек. Не было никаких церквей. Мы не знали, где нам искать церкви. Не было никаких церквей. И случайно мы нашли одну баптистскую церковь. Маленькая баптистская церковь. Оказалось, что она есть в нашем городе. Мы стали посещать ее. Приняли водное крещение. И год где-то были в этой церкви. И вторая молитва. Молитесь, чтобы не впасть в искушение, о которой я хочу вам рассказать. Вернее, ее надо было поставить на первый ряд. На первое место. Я задаю Богу вопрос. Почему я стою на этом месте? Девять раз я был мертвым. Почему я жив до сих пор? Почему у нас пришла директор школы, одна женщина в нашу церковь покаялась? У нас в церкви где-то 40% учителей и где-то 40% это бывшие бандиты и преступники. У нас нет ни одного давно верующего. Все люди вновь спасенные. И эта женщина, слава Богу, эта женщина пришла, и она пришла от великого горя. Ее сын один раз укололся, заболел с ПИДом и умер. Я задаю ей вопрос и говорю, о Боже, почему я жив? Почему я с 14 лет постоянно рисковал жизнью, и ты сохранил мне ее? И я вспоминаю мою бабушку. Когда я заглядывал к ней в комнату, я видел, что она стоит на коленях, вслух читает псалтырь и читает Иван. Я верю, что только ее молитвами. У меня есть свидетельство в стихах, там такие слова. О, Боже, давно это было, но все-таки помнится. Я маленький мальчик, иду по колено трава. И бабушка рядом со мною тихонечко молится. Все просит о внуке, а я не вникаю в слова. И может, я жив до сих пор только этой молитвою. Мне так опостылил мирок, что я сам и создал. Я Библию взял и разрезал ей душу, как бритвою. Прости меня, Боже, я бегать вслепую устал. Слава нашему Богу. Это вторая молитва, о которой я говорю. И я верю, что только этой молитвой Господь не дал моему духу сломаться до конца и умереть. И вот в этой баптистской церкви мы приняли водное крещение. И третья молитва, о которой я хочу вам рассказать. Одна сестра, она заболела раком. Заболела раком я был где-то около года верующий к тому времени. И мы, пастор, я и еще один брат, мы взяли трехдневный пост за эту сестру. И на третий день поста я просто молился вслух с алтарем. И я увидел видение, луч с неба. И эту женщину, ее зовут Лена. И ей в область живота этот луч, где у нее был рак. У нее была язва, которая перешла в рак. И в этот момент я был крещен Духом Святым. Дух Святой сошел на меня, я замолился на иных языках. И я не мог остановиться, моя челюсть, она ходила ходуном. И жена испугалась, забежала. Мы были баптисты. И она забежала и говорит, что с тобой? Я говорю, я не знаю, но это здорово. Когда я родился свыше, когда мы с женой прочитали книгу «Александр Мень, сын человеческий», то Господь освободил меня от наркомании. Я сразу позвонил всем людям, которые мне платили дань, кто был обложен рэкетом. Я сказал, все, я поверил в Иисуса Христа, я отказываюсь от ваших денег. Я сразу всем сказал людям, которые были в моей банде, я сказал, все, я не хочу больше этим заниматься. Они сказали, ты ненормальный, тебя убьют без банды, без оружия, ты просто не понимаешь, что ты делаешь. Но вы знаете, вера уже как горчичное зерно, она появилась в моем сердце. Я понимал почему-то, что Бог не допустит, чтобы со мной что-то произошло. И здесь, в этот день, произошло нечто большее, чем произошло тогда, когда я родился свыше от книги «Меня». Там я освободился от алкоголя, от наркотиков, Господь исцелил меня. И там я освободился от курения, я со второго класса курил, вышел из своего дома, пошел в магазин. Чувствую, мужчина сидит, стоит, курит, и мне отвратителен дым. Я еще раз принюхался и чувствую, что мне это отвратительно. Я понял, что Господь освободил меня от этого. Но еще гордость и высокомерие из прошлой жизни оставались в моем сердце. Но когда я был рожден свыше и видел это видение, то такая божественная любовь сошла. Такая божественная любовь, что я бежал к этой сестре, к этой Лене, и я хотел обнимать всех людей, которые встречались на моем пути. Бывший человек, а ненавистник, который причинил людям столько зла и горя, я хотел обнимать каждого встречного, просто даже незнакомого человека, такая любовь переполняла меня. Я прибежал к этой сестре, я сказал, сестра, как ты себя чувствуешь? Она говорит, я пережила необычайную благодать, я не чувствую боли, я рассказал ей, что я видел видение. И мы такие радостные побежали к нашему баптистскому пастору, сказали, пастор, такое чудо! И я замолился на иных языках, аллилуйя! А он сказал, это не от Бога, это от дьявола. Я сказал, ну как же это от дьявола, она исцелилась, я видел видение, я переживаю радость, я люблю тебя, пастор, я его и сейчас люблю, мы друзья. Но тогда он меня серьезно поставил в тупик. И в этой баптистской церкви на меня стали смотреть, как на еретика, потому что я молился, тихаря, всяко, но это не приветствовалось. И я думал, что делать. Я вам расскажу о четвертой молитве. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Я хочу вдохновить вас сегодня на молитву. Я взял молитву. Я взял пост и не знал, сколько этот пост будет длиться, но я хотел, чтобы эта ситуация разрешилась. И Господь на шесть дней лишил меня сна. На шесть дней. И шесть дней я не спал, и шесть дней молился. Некоторые молитвы достигали шесть часов безостановочно. Моя челюсть, вот эти суставы, они болели, потому что челюсть я находила ходуном, и я уже держал вот так вот голову руками, чтобы немного отдохнули суставы. Шесть дней. И Господь показывал мне в видениях и в откровениях, как начинать церкви. Потому что в больших городах есть церкви, но в поселках и в маленьких городах практически нет. Я все это понимал, но я также думал, что это откровение для будущих времен, когда я закончу библейский колледж, когда я закончу духовную семинарию. Но Господь открывал и открывал. В деталях, если кому-то интересно, можете потом подойти, у меня просто нет времени все рассказывать. И в будущем, когда я поступал, согласно этим откровениям, я всегда имел плод, успех. И казалось, может быть, эти откровения на тот момент, когда их нужно было применить, они казались нелогичными, они казались нерациональными, и в глазах людей не очень как бы приветствовались. Но когда я поступал так, то всегда был плод. Но когда поступал, казалось бы, более логично, то плода не было. Поэтому Бог и говорит, что мои мысли не ваши. И вот шесть дней я молюсь, все ложатся спать, но я по ночам тоже молюсь, закрываюсь в своей комнате, и жена моя испугалась, что этот человек шесть дней не спит. А я не чувствую никакой усталости, я просто нахожусь в таком состоянии, в котором больше никогда не находился. Хочется еще раз окунуться в такое помазание. Я люблю помазание, слава Богу за вашу церковь, такое чудесное присутствие Божье на этом месте. Но как тогда помазание, я больше не переживал. И жена испугалась и стала молиться за меня, чтобы я перестал молиться. Обычно мы сейчас молимся, чтобы наши дети и наши внуки начали наконец-то молиться. А тут наоборот, она стала молиться, чтобы я перестал молиться, и чтобы Бог вернул сон. Поймите, нас мы были год верующие. И Бог вернул сон, я перестал молиться, и буквально через четыре дня один епископ наш региональный, один раз он меня видел, я был у них вот так же на собрании, сидел там в середине зала, и просто поздоровался, познакомился с ним, уехал в свой город. И вот он мне звонит, и говорит, Саша, приедь ко мне, мне что-то тебе нужно важное. Я поехал, без задней мысли, приезжаю, и он, захожу только к нему в кабинет, он мне сразу с порога говорит, у тебя есть призвание быть пастором? Я говорю, я четыре дня назад получил это призвание. Он говорит, иди, начинай церковь, я приеду, тебя рукоположу. Я уехал к себе в город, радостный, пастор есть, жена пастора есть, церкви нету, какая малость. И мы, я как видел в том видении, я позвал одного парня из моей бывшей банды, и мы с женой месяц ему ввели ячейку, домашнюю группу. То, что мы знали на тот момент, мы ему благовествовали. Он привел кого-то еще, тот еще кого-то привел, и так, сам ушел потом в банду, правда, назад. И так, у нас сейчас 200, около 200 членов, все неверующие, абсолютно люди в нашей церкви. Кроме того, мы открыли еще церковь, я на два города езжу сейчас, но сейчас поднялся уже пастор, и он уже, я приеду, и уже он будет там пастором. Я оставил его, он уже это время там с семьей. И кроме того, мы в пяти поселках еще начали церкви. Я служу в зонах тем людям, которые меня знают. И весь, я не буду вас утомлять, потому что весь комплект, комплект, какой есть у церкви, детские дома и так далее, все церковь, всем этим занимается. Вы знаете, можно бы было, мне пытались помочь, как у нас говорят, помочь психологи, мне пытались помочь родственники, мне пытались помочь друзья, и часто мы также пытаемся помочь нашими способами, нашими методами. Мы ходим в эмоциональной, может быть, психологической, физической сфере, но не понимаем, что победа приходит только от Господа. только Он может дать ответ на этот вопрос, которым вопит Давид. Кто дал бы мне крылья? Кто бы поднял меня из этого глубокого рва, из этой ямы? Никто не сможет, ни один человек, ни один человек не сможет восстановить наш сломанный дух. Только Бог сможет сотворить великое чудо. Я сейчас всего пять лет верующий нашей церкви, четыре года. И за это время я просто удивляюсь Богу, что Он сделал. Он восстановил мое здоровье, восстановил мою семью. Семья уже была на грани развода. Мы просто не то, что не любили, ненавидели с женой друг друга. Сейчас я считаю дни, я скоро улетаю, я просто считаю дни. Когда же? Когда же я встречусь с ней? Мне эта божественная любовь сошла, не человеческая. Бог дал мне второго сына, Он мне дал дар, я выпустил два альбома своих песен. И я могу это перечислять и перечислять, но я хочу также поделиться с вами словом. Потому что многие верующие, они, к сожалению, пытаются это христианство тащить своими силами. Все нести своими силами и надламываются. Нам неверующие говорят, слушайте, «А как вы расслабляетесь теперь? Вы же не пьете, не колетесь, в три бары не ходите. Как вы теперь расслабляетесь?» Мы говорим, «А мы не напрягаемся». А что нам напрягаться? Мы нанапрягались уже, находились своими путями и своими силами и поняли, что это невыносимо. Невозможно, потому что Бог не предполагал, что мы будем жить и что-то делать своими силами. Он нас создал, чтобы мы во всем искали утешение в нем. Кто-то думает, «Я разбогатею, вот тогда успокоюсь, но у меня дом маленький, а если будет больше дом, я успокоюсь». Кто-то думает, «Ну, может быть, дети вырастут, и я успокоюсь». Прекрасное стихотворение брат сегодня сказал. Я тоже слышал односвидетельство. Одна женщина так же и так же говорила, что вот ее бросил муж, и она одна воспитывала дочку и говорила, «Вся надежда моя на нее, королева моя, принцесса моя, вся надежда моя на нее». Она все делала только для нее, работала на трех работах, во всем себе отказывала, не одевалась, все на нее, отправила ее учиться в Москву, потом приехала ее попроведать, вся в такой одежде простой, потому что все деньги отсылала ей. Вся надежда моя говорила на мою дочь, вот я выращу ее, выращу ее, все, моя душа успокоится. И вот она приехала к ней, позвонила, и никто не открыл, она спустилась вниз и стала ожидать свою дочь, и услышала шум, скрип колес, и увидела дорогую машину, молодые люди, которые вышли из этой машины, и ее дочь, красивая, нарядная. Когда она стала проходить свой подъезд, то мама встала и сказала, дочка, здравствуй. Дочка сказала, постеснялась, что та плохо одета, и с какими-то котомками, как брат сейчас читал стихотворение, она сказала, извините, вы ошиблись, вы не моя мама, и прошла ее. И та уехала к себе в город, заболела эпилепсией. Она говорила, что вся моя надежда на дочь, но Слово Божие говорит, только в Боге успокаивается душа моего, на Него надежда моя, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. Кто-то может быть думает о том, что наш покой или наш мир зависит от обстоятельств. Сегодня чудесный гимн пели, сегодня такое у вас чудесное поклонение, спасибо брат, это удивительно, что даже в буре Бог поднимет нас на крыльях выше этой бури, и мы будем иметь этот покой. Вы знаете, я смотрю на первых христиан, и я вижу, что их покой не зависел от обстоятельств, которые окружали их. Я вижу, что если читаем Деяния апостолов, там сплошной боевик, апостола Павла, он дышал угрозами, чтобы убить учеников, потом написано, что они боялись, что Павел предатель, потом Павла там хотели убить, я быстренько открою это место Священного Писания, Деяние, 9 глава, Савву же еще дыша угрозами и убийством на учеников, пришел к первосвященнику, просил письмо, чтобы кого найдет, последующих всему учению связав, приводив в Иерусалим, потом он в этой же главе кается, потом его спускают в корзине, чтобы убить его, день и ночь стерегли его, ученики же ночью взяв его спустили по стене, в корзине, потом, знаете, эти же ученики боялись, что он предатель, не веря, что он действительно тот, за кого себя выдает, дальше в 29 стихе он стал состязаться с эллинистами, и они опять покушались убить его, и в 31 стихе меня поражает, что при всех вот этих гонениях, при всех вот этих обстоятельствах, говорится, церкви же по всей Иудее и Галилее и Самарии были в покое, оказывается, наш покой, он не зависел от обстоятельств, и дальше сказано, как они были в покое, написано, назидаясь и ходя в страхе Господнем, при утешении от Святого Духа умножались, слава нашему Богу, Слово Божие говорит, как мы можем назидаться, кто говорит на незнакомом языке, тот что делает? Тот назидает себя. Мы не должны ходить своими силами, мы надорвемся, дорогие, мы обязательно надорвемся, Бог говорит нам, если ты хочешь быть мудрым, Он называет Саранчу мудрее мудрых, Он посылает нас к Саранче, говорит, если ты хочешь быть мудрее мудрых, ну иди к Саранче, поучись у нее, чему мы можем поучиться у Саранчи? Саранча, она голодная, она голодная, когда она врывается в какой-то город или дом, она поглощает все на своем пути, мы должны стать голодными по молитве, по Слову Божьему, голодными, чтобы не своими силами ходить, чтобы питаться от небесного источника, чтобы иметь этот полет, потому что Саранча, у нее слабые крылья, но она не надеется на свои крылья, она просто ждет потоков ветра и прыгает в потоки этого ветра, и потоки ветра переносят ее на очень далекие расстояния, возлюбленные. Саранча мудрее мудрых, мы можем поучиться у нее тому, потому что дело вообще не в наших крыльях, дело в Божьем ветре, дело в потоках Божьего ветра. Я вижу, что сейчас христианство, оно из одной религии в другую. Вы знаете, все методы, они хороши отчасти, потому что наше дело, наша задача, ну, раскрутить, прощу, но попасть все равно задача Господа. Я помню, наша церковь переживала очень трудные времена, и были некие гонения на нашу церковь. С одной стороны, одна женщина, заммэра по образованию в нашем городе, она перекрыла нам всякую возможность проповедовать в школах, в интернатах, в детских домах. Кроме того, я сказал, что у нас где-то 40% церкви это директора школ заочи, педагоги, не знаю, может быть, потому что у меня жена педагог, но в другом городе не так, просто Бог так захотел. И она стала всячески, эта женщина, давить и преследовать наших учителей, увольнять с работы, она пыталась лишить премии, и, ну, разного рода всякие спекуляции были с ее стороны. Кроме того, она подавала не раз в Думу письмо, прошение о том, чтобы закрыть нашу церковь, ходательствовала о том, чтобы на меня, как она говорила, на этого бандита, возбудить уголовное дело. И такие нехорошие чувства я переживал внутри себя. Я гневался, я злился. С другой стороны, один православный священник, он стал всячески клеветать с телеокранов, с телевидения на нашу церковь, обливать церковь грязью. И здесь снова гнев такой возбудился во мне. Я схватил уголовный кодекс, стал листать его, у меня хорошо очень с юриспруденцией, я стал листать его, я думал, я сейчас найду там определенные статьи, подам на них, в суд на этих людей. Я не говорю о том, что мы не должны пользоваться правоохранительными органами, Римлян 13 глава говорит, что начальник Божий слуга носит меч не даром вам на добро, но тогда была другая ситуация, я решил эту ситуацию потянуть своим духом, я решил сам с ней справиться с этой ситуацией, и я просто листал этот кодекс и подбирал там статьи, у нас хорошие законы вообще в России, только они не работают. Я бегал по комнате, я говорил, так, вот я ее под экстремизм подведу, а его вот под это, и все, она при исполнении, а я, и мне жена, она сказала, ты не понял, какого ты духа. Что значит не понял, я так возмущался еще, говорил, что ты, женщина вообще это молчит. Она говорит, а я ж не в церкви, но слава Богу за мудрых жен, я в конечном итоге сдался, говорю, хорошо, что ты мне скажешь? Она говорит, иди помолись. О, хорошая мысль, говорят у нас, хорошая мысля приходит до послях. Я пошел в молитвенную комнату, стал молиться, стал на колени, и просто стал назидаться. Я стал молиться на иных языках, тот, кто говорит на иных языках, тот назидает себя. Я назидался, 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 и получил в духе своем мир, покой, только в Боге успокаивается душа моя. И я услышал, оставь отмщение мне. И буквально, может быть, через месяц, ну где-то в этом районе, чуть больше, чуть меньше, эта женщина, которая зам мэра, которая хотела так уголовное дело на меня завести, на нее на саму заводят уголовное дело, оказывается, она воровывала там садики, детские дома, лишала детей питания и так далее. И на нее заводят уголовное дело, дают ей условный срок, снимают с должности, и вердикт суда такой, что без права когда-либо занимать руководящие должности. Вместо нее ставят женщину, которая приглашает к себе в замы одну из наших сестер, которая у нас ведет домашнюю группу. Слава нашему Богу! Вы можете себе представить, если бы я начал тягаться своими силами, что бы я добился? Я бы просто надорвал свой дух! Но велик наш Бог! Тот батюшка, который так много выступал с телевидения, ехал пьяный на машине, и была авария, и приехала милиция, прокуратура, и делали замеры, как там это все произошло ночью. А у нас темные ночи, никак у вас фонарей не горят. И этот батюшка на полном ходу сбил девушку, женщину, следователя прокуратуры. У нее множество всяких переломов, в том числе и 12 переломов, и в том числе и позвоночника. Его везли сразу в реанимацию. Этот батюшка стал угонять, за ним погоня, преследуют. Он бросил машину в этой рясе убегать от них. Его поймали и посадили. И по тому самому каналу, по которому он всячески хулил церковь, майор милиции стал рассказывать. Говорил, а еще святой человек. И все, как он убегал, как он сбил. А эта женщина, которую он сбил, после реанимации, она плохо еще ходит. Она не член церкви, но она стала посещать нашу церковь. Слава нашего Бога. Поэтому я хочу сказать вам, возлюбленные, что некоторые христиане, они ведут себя так, как будто Бог, Он бросил нам ключи от Царства Божьего. И сам вот так вот стоит и смотрит в сторонке, как это у нас получится вообще наше христианство. Я хочу вам сказать, что наше христианство, оно и не наше вовсе. Все заботы ваши возложите на него. Как саранча, она не надеется на свои крылья, но на потоке ветра. Так мы должны не надеяться на свои силы, а то мы надорвемся, а надеяться на потоке божественного ветра. И это поднимет любую жизнь. Это поднимет любую жизнь, так, как подняла мою жизнь. И последнее место Священного Писания, всем вам знакомое, я прочитаю, это Исайя. Исайя 40-я глава. Утомляются и юноши, и ослабевают. Дело не в возрасте, оказывается. Все склонны утомляться и ослабевать, когда тащат все своими силами. И молодые люди падают. Молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Слава нашему Господу. Возлюбленные, давайте мы помолимся. Может быть, группа прославления. Наверное, я спою одну песню, и потом мы помолимся. Да, пастор, можно так? Спасибо. Это песня автобиографичная, вот о том разговоре моем с Богом, когда я задавал ему вопрос вообще, для чего я живу. Аминь. Слава нашему Господу. я забыл. Продолжение следует... А когда умрет человек Задает каждый себе человек Ведь на земле он живет Слишком короткий век Что же за смертной чертой Нас ожидает с тобой Боже, что делать, скажи Если есть вечная жизнь Боже, что делать, скажи Мне для спасения души Этот вопрос я задал В чем же земной наш финал? В чем же суть жизни моей? В чем же резон этих дней? Может быть, гроб мой причал И мне Господь отвечал Если полюбишь меня Будешь спасен от огня Жизнь лишь отрезок пути И его нужно спройти Чтобы, закончив сей путь В вечность спокойно шагнуть Чтобы, закончив сей путь В вечность спокойно шагнуть Жизнь лишь отрезок пути И его нужно пройти Чтобы примириться со мной Чтобы войти в мой покой Чтобы оставить след Не своих, а моих побед Чтобы распять свой грех В вечность шагну без помех И я приму тебя Ласково и любя И разделю с тобой Вечный замысел мой И разделю с тобой Вечный замысел мой Понял, теперь ты мой друг Жизнь не замкнутый круг Жизнь — это лишь прыжок В вечность, где правит Бог Там за последней чертой Видишь, стоит гроб пустой Он доказал нам, друзья Личность убить нельзя А когда умрет человек Будет ли жить он опять? Будет, но кое-что Нужно ему понять Будет, но кое-что Нужно ему принять Будет, но кое-что Нужно ему поменять Слава Богу! Аллилуйя! Давайте мы помолимся с вами Может быть, группа прославления выйдет И мы поклонимся Господу Пастор, вы да будете молиться? Пожалуйста, присядьте на малое время Группа, пройдите Я хочу вам сказать, что Определенное время я очень волновался Почему-то за это служение Не сегодня, естественно Какое-то внутреннее такое Состояние борьбы И тревоги Я думаю, в чем дело? И началось сегодня служение И Господь мне дал такое слово Я просто закрыл книгу Я даже не посмотрел, какая глава Просто я открыл Библию Я прочитал и сказал 17 стих почему-то у меня в голове Я прочитал вот такой В начале служения стих Возлюбил проклятие, оно и придет на него Не восхотел благословения, оно и удалится от него Я закрыл Библию и слушал проповедь Но в голове моей Прочитать этот стих Идет очень серьезная борьба За какую-то душу человека Просто серьезная борьба сегодня Церковь Очень серьезная борьба Я давно не ощущал такой борьбы Что, как брат сказал, какой-то Демонический ангел навис над душой Это правда Вот такой демонический ангел Кого-то, может быть, старается сейчас Ну, изо всех сил Я внутри чувствую огромное напряжение Противостать этому ангелу И просто вырвать душу из лап дьявола В имя Иисуса Христа, Церковь Соберитесь как можно Чтобы мы сейчас молились Богу Я не просто предложу молитву Это борьба Не нужно играть никакой роли Послушайте, я не собираюсь здесь эффекты создавать, знаете Чтоб там вышли, не вышли Считать, сколько вышло Да не этим я сейчас занимаюсь Я не знаю, выйдет или не выйдет Но Не восхотел благословения, она удалится от него Пожелай благословения, уважаемый брат Истра Уважаемый слушатель Пожелай благословения За твою душу идет очень серьезная борьба Ну, очень серьезная Я этим словом не бросаюсь Очень серьезная борьба Дьявол хочет контролировать твой разум Он увел тебя уже от Господа И не живое какое-то состояние И может быть последний раз Бог дает тебе шанс Я прошу вас предстать И мы сейчас Помните церковь, мы учились Противостать молитвенно Помните, соберитесь Не просто красиво молитесь Противостаньте дьяволу Во имя Иисуса Христа Потому что в этом зале И человек, который дьявол хочет погубить И возможно у Бога есть Очень большое желание И последняя может быть надежда Удержать человека От страшного решения Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Во имя Сына Божия Умоляю Господь О твоей победе Во имя голговского мученика Страдальца Который умер за грехи наши И понес все беззакония наши На котором мир, наказание мира нашего было Но ранами, которыми мы исцелились Не своими силами Иные конями, иные колесницами Но мы над имя Твое надеемся, Господь Имя Твое Мы ставим главу сегодняшнего служения И результат этой молитвы Это результат твоей победы Кто желает, чтобы о нем сейчас Ощущая, может быть, даже и леденящий страх Запомните, что я говорю Я не бросаю словами Чувство борьбы И вы чувствуете, что в вашу душу происходит борьба Сильная борьба Станьте под защиту вечного Бога Возлюбите благословения Я приглашаю вас сейчас Сюда Вы должны смело сделать шаг Помните Только открытая борьба даст вам победу Не скрывайтесь Идите Господу Я прошу вас Во имя Иисуса Идите сейчас Чувствуйте борьбу Будьте смелыми Идите Господу Сейчас будет усиленная молитва Усиленная молитва Господу Церковь припоясна Мы молимся Мы ни на кого не смотрим Кто идет Как идет Но сейчас Во имя Иисуса Церковь припоясна Силой вечного Бога Аллилуйя Как можно быстрее Рви цепи и двигайся вперед Рви цепи и двигайся вперед Во имя Иисуса Я призываю имя Господа Бога моего Победу Победу Господа Я призываю на это место Аллилуйя Служители Припоясавшись Совершайте молитву Победы сейчас Аллилуйя Тебя зовет Господь Быстро двигайся Быстро двигайся Не смотри ни на кого Тебя зовет Господь Господь зовет тебя Во имя Иисуса Христа Молитесь Молитвой Победы Молитвой власти Даной нам Господом Аллилуйя 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 Молиться 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 церковь Молиться надо Усиленно молиться Аллилуйя Это особенная молитва Это от Господа молитва Это побуждение от Господа Мы против всяких дьявольских планов мы против во имя иисуса христа и властью дала нам сыном божиим мы повелеваем дьяволу отступать прочь 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 во имя иисуса прочь отступать во имя сына божия пола богаты герраб аллуйя церкви исполняйтесь духом святым церкви исполняйтесь духом святым халлю я сила наша господь на сила наше господь на хора богатых аллалу я диндорабара барагент уклова ровно луя алгарные фарабин агент здесь на спойер вела но это дебрами дагент углам и на ген во имя иисуса во имя сына божия мы запрещаем дьяволу здесь действовать запрещаем говорит действует удерживать людей губить людей во имя иисуса господь есть победитель господь и царь господь из бог господь и спасите иисус христос это истинный бог это сын божий это спаситель аллилуйя 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 крови из Logis X 4 это победа души наше крови Иисуса христа залог вечности царство божие кровь сына Божие и мы веруем что голковский Агнец умер за грехи наши, умер за грехи наши. И веруя в Сына Божия, мы имеем жизнь вечную. Аллилуйя, аллилуйя. Я исповедую имя Иисуса Христа. Я призываю силу крови Иисуса для очищения от всякой скверны, от всякой зависимости, от всякого успеха врага. Я сегодня именем Иисуса стою против всякой победы врага. Враг не имеет здесь никакой победы. Иисус Христос, Ты Сын Божий. Иисус Христос, это Твой народ. Это бы имя Твое, эти люди вышли. Господь, благослови, благослови, благослови. Очисти прочь всякий нечистый дух, всякий грех, всякая скверна. Да будет удаленный сейчас от народа Божьего. Сын Божьего, благослови, 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 благослови. Сейчас особенно те, которые склонились перед Богом, повторите за мной громкой молитвой. Молитвой, которая будет исходить из вашего сердца. Вы можете повторить сейчас слова молитвы вместе со мной. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, я прошу, прости меня. Я прошу, очисти меня. Я прошу, освети меня. Я отрекаюсь от греха. Я отрекаюсь от победы врага. Я исповедую. Я признаю. Иисус Христос, мой Спаситель, мой Пастырь, мой Бог. Я желаю. Слушайте Иисусу Христу. Я отрекаюсь от всякой помощи врага. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю. Иисус Христос, мой Царь. Живи в моей душе. Живи в моем сердце. Иисус Христос, ты победитель. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Народ Божий, мы можем сказать Аминь. Аминь. Я прошу вас представить. Сейчас мы споем вместе победный гимн. В победном духе. Аллилуйя. Блажен всякий боящийся Господа. Ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих. Блажен Ты и благо Тебе. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем. Сыновья Твои, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит Тебя, Господь, Сиона. И увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни Твоей. Увидишь сыновей у сыновей Твоих. И мир на Израиле. Аллилуйя. Ты увидишь победу Господа в своей жизни. Здесь семья Мельничук написали записку. Оксана, я хочу поблагодарить всех, кто молился за нашего Андрея. Вы помните, болезнь, ребенок перестал ходить. Вы помните, мы на певке хора молились, на служении молились. Чтобы Господь снял эту болезнь. И Господь помог. Этот ребенок ходит. И будем еще молиться за этого ребенка, чтобы Господь полную ограду дал и полное благословение на все дни жизни Его и всей семье. Пожалуйста, мы сейчас можем в духе прославить Господу. Но помните, все должны славить Господу. Все должны от души петь и молиться. Тогда будет победа. Тогда будет бежать. Иисус помните, Иисус помните, Иисус помните, все мои болезни и грехи вознес на крест. Иисус помните, Иисус помните, Иисус помните, Иисус помните, Взял мои болезни, грехи вознес на дверь. Иисус, Победитель, Иисус, Победитель, Клава Тебе, за Сына Бога Тебе. О, Иисус, Иисус, Победитель, Иисус, Победитель, Взял мои болезни, грехи вознес на дверь. Иисус, Победитель, Иисус, Победитель, Клава Тебе, за Сына Бога Тебе. О, Клава Тебе, Клава Тебе, за Сына Бога Тебе. Клава Тебе, Клава Тебе, за Сына Бога Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Александр, который трудится в Свердловске И я думаю, что он принес благословение в нашу церковь Он сказал слово от Господа Я думаю, что мы имеем сегодня возможность и имеем желание благословить нашего брата И благословит вас Господь Аж вы сразу начинаете проходить и люди будут благословлять И также брат Александр имеет диски с его песнями, с его проповедями Эти диски будут в холле там стоять И вы сможете приобрести эти диски и поддержать его служение Сейчас я приглашаю сюда Есть Родомский, Виктор и Оксана Пожалуйста, выходите сюда И у нас сегодня действительно праздничное служение У нас есть подарок уже для новые люди Которые будут снова... Ими изъявили желание стать членами церкви Проходите сюда сейчас, пожалуйста Пожалуйста, мы очень благодарим Бога за это время Это замечательный брат, он служил пастырем Я знаю, что в нашей церкви мы даже и работу ему приготовили Потому что этот человек не вчера, мы его знаем И, пожалуйста, сюда Это благословенная семья Мы очень рады, что они будут с нами трудиться Нам нужно, хорошие люди у нас нужны Чтобы плохие становились хорошими, правда? Может быть, еще есть люди, которые тоже желают присоединиться Вы можете свое желание сказать Мы можем молиться за вас Богу Потом вы напишите анкеты Но это будет потом А пока ваше желание, если есть То вы можете пройти сюда вперед Пожалуйста Пару слов Слава Господу, братья и сестры Меня зовут Виктор Мой сын Виталий Жена Оксана Виктория и Таня Наши дочери Мы желаем, чтобы нас приняли в свою семью Хотя мы уже считаем себя членами семьи Осталось, я думаю, только формальности сделать Пускай Господа, все благословят Слава Богу Желание Я очень благодарна Господу за этот особенный день И за эту особенную церковь Пусть вас Господь благословит Всего хорошего Спасибо Ну, а вот, что они сказали Меня зовут Таня Скажи еще Вика Вика, тебя как вы? Виталик Виталик? А, Виталик, большой Виталик Я действительно верю, что эта церковь должна выполнять огромный объем работы И эта церковь еще не вошла в тот режим, который нужно Мы только набираем сил Chairное субтитры Zakwalk У вас! потому что это Moon или кружка Которую Эти церковь Те?